итак дорогие друзья всем привет так же получилось что практически мимо по youtube или по твичу и ездить стримлю записываю и прохожу invisible incorporate то есть invisible inc новую игру клей интертеймент или от кли интертеймент я всегда привык был к тому что их надо называть клей интертеймент то есть компания которая подарила нам такие замечательные игры как shank mark of the ninja it's такому уже интереснее но в общем компания которая компания разработчик разработчик который независимый во-первых у них нет издателя и они всегда там продвигает свои игры через steam и через другие платформы где продаются игры и всегда делают отличные игры то есть они всегда интересны они всегда разноплановые очень ну не считая две части шенка они все-таки похожи друг на друга но с немалыми извинений изменениями между первой и второй часть конечно но марку за ниже уже был совершенно другой don't starve был тоже уже совершенно не совершеннейший другой то есть не постоянно какие-то жанры пробуют и у них это получается очень хорошо не стало исключением и invisible incorporate когда они попробовали себя в жанре такой пошаговой тактики в шпионском сеттинге то есть от миссии не выполнима борн бонд и так далее но очень пошаговым и очень схематичным все не будем это все дело пробовать если кому совсем интересное мнение можете зайти на канал развлекательно-познавательный пзр-инфо и там посмотреть мой обзор я кстати ссылку так и не вставил короче но не суть в общем всем привет 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 владимир да привет всем владимир добрый день ну какой день у меня уже 11 часов вечера так что что поделать в общем сегодня мы будем дико залипать может быть долго может быть недолго как получится я не знаю я поставил русификатор кстати сейчас будем вместе его тестить но как я знаю он очень на ранней стадии еще но если у вас же есть игра и steam workshop то есть это заходите там в настройки игра показать воркшоп там найдете подпишитесь на русский да даже а вам не видно же черт уже оверлей не захватывает там есть a russian language pack на него подписывайтесь проверить переводы включаете русский скорее всего перезапустить игру но зато потом она вся будет у вас будет на русском хоть и с некоторыми особенностями которых мы поговорим дальше по делу когда уже буду проходить собственно начнем новую игру начинаем сюжет и уже прикидываем как мы будем пытаться играть то есть на новичке я уже прошел буду пытаться на на опытном тут мне биндит они не биндит то есть вот так вот сейчас не дают только три перемотки три перемотки это принципе нормально я на пяти проживал иногда их не пользую вообще тоже собственно есть в обзоре и где потом может нет появится видео на моем канале где я прохожу вообще практически то есть как практически вообще без комментариев просто я просто играл там то есть играл чтобы пройти перепрохождение уровней отключена показать настройки позволяет включить или выключить диалоговое окно настроек используем их при генерированной генерации компании изменения любых и вот есть расширенная тема который тоже можно включить как бы вот уже для совсем задротов вот особенно пользовательский это уж совсем прям такой веселая тема где может поставить на бесконечное число часов которые вам дают чтобы пройти сюжет может быть мы в принципе в нее и поиграем как думаете то есть выберем просто новичка вернем не даже не опытного вернем припорожении руки на поставим вводить 120 часов и на 120 часов еще не играл кстати количество энергии в начале миссии 10 0 5 вот тут тут очень гибкие настройки под себя что очень хорошо стадии начала тревоги нормально средняя начальное количество денег 500 долларов консоли на уровне средний сейф на средний то есть дать можно много больше не нет вот можно все совсем за хардкорить все чтоб чисто как-то на своих гаджетах выживать но я оставлю все как есть наверное режим атаки по времени они это совершенно другая тема собственно мы выберем наверное вот так немного свою пользовательскую тему сделали дополнительное время без сознания атмосфера генерирует количество а да да это надо оставить это мне это мне поможет некоторых случаях собственно начнем невидимая корпорация да да вот учеников среднюю школу ну да плохо да так я не понимаю почему у меня картинка картинка-то идет а почему она не идет на твиче но судя по тому что мне никто ничего не пишет все нормально не еда а н и и и и и Продолжение следует... 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 не способна пробить броню до вырубает на 2 хода не лучше вот это взять чтобы поднимать свою интернационалку которую я как раз сначала буду качать в бег то есть они будут разделяться и как-то стараться обособленно работать до того как я себе не найду миссию где я открою хотя бы еще одного агента генератор энергии дает три энергии ход на ход в течение четырех ходов перезарядка 4 хода на ход в течение четырех ходов а надо потратить и 5 энергии но еще стоит бесполезно по моему первая использованная программа стоит на 4 энергии меньше мало для чего тоже нужно так нельзя взять ну возьмем генерацию энергии ладно отмычка проникает через один сетевой экран за 2 энергии инфицирует цель чтобы проникать через один сетевой экран в начале каждого хода а я могу поражать собственно все что найду рапира проникает через один сетевой экран стоимость увеличивается с каждым уровнем тревоги то есть на втором 2 на третьем 3 и так далее а может быть и вдвое ладно отмычку то не будем предварительно паразит попробуем инфицирует цель чтобы проникать через один сетевой экран в начале каждого хода тем более 0 энергия на стоит так что давайте попробуем интересно у нас куча команда хакеров получается хакеров и крысятников то есть за анархию она вот тырит много чего развея способности агента отыскать кредит у охранников а также способностных ей больше вещей то есть до конца ее докачаешь я смогу там с большей вероятностью охране какой-то предмет найти что очень круто а я в принципе собираюсь играть так чтобы не долго не затягивать тревогу то есть побыстрее обшарить уровней и посмотреть как все получится текущие строки пользовательская а я могу сейчас прям здесь поменять настройки я лучше на опытного поменяю эти вернем правда что чтобы двух агентов еще этих открыть вдруг пройду правда что хотя сомневаюсь там ничего брат что на все поставить ну блин привет генератор энергии интернационал кстати а что они нужна обычно все вот так мы и начнем часа быстренько по комментариям еще пробегусь 16 человек меня смотрит замечательно стримы с разным качеством то у меня подвисает ну что поделать вот не могу да пока партнерку не дают суки не пробиться вот был бы на ютюбе все был бы все нормально но на ютюбе будет только к сентябрю так что придется подождать ну или буду на других каналах стримить так что следите за мной нику и шалим и попробую если успевать сразу проходить то без проблем ну я потом наверное это буду пробовать я сейчас пытаюсь просто играть своего удовольствия и хотя бы что-нибудь что я умею я просто хотел первое раз я играл стандартным набором то есть интернационалы деккер и без паразита с отмычкой и получалось вроде более-менее круто мне даже нравилось декера давай кей призму не 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 декера брать не буду декером я уже играл мне не интересно это будем пробовать так давайте посмотрим через этого получится день 1 оперативно вы там что-то отмечает хорошо я боюсь я не вам помогла что не вынуждена руководитель полностью осталась большинство наших артистов было похудено или убили и наш аккаунт все растут не знаю как эта корпорация нашла но вы можете убить что они не дать они не могут ухудовать если мы не хотим ухудиться и я не боюсь что этот винт будет оставить нас если мы продолжим но инкогнита не может не забывать на пене она имеет 72 часа Продолжение следует... И вот мой состав. Состав агентства обновлен. Программа энергия. Паразит инфицирует цель, чтобы проникать через... Ну ладно, это будем еще на ходу, короче, все это дело решать. У всех из них есть парализаторы, так что они могут разделиться спокойно, чтобы обшарить большую территорию. Плюс, Бэнкс отправляется в первую очередь через двери, которые закрыты паролем. А хакерша ищет, чтобы быстренько набить себе энергией, чтобы через инкогниту мы пробили все щиты основные. Собственно, смотрим. На первую нам, кстати, даже не спрашивают. Просто говорят, что мы пойдем туда. Гражданского типа с минимальным вовлечением сил инфосек. Это хорошо. Используются кинематические улучшения, они соединяются. Так. Награда. Выяснить новые места для следующей работы. Понятно, найти терминал руководства корпорации. Да. Все. Пытаемся максимально сейчас выбить отсюда. Данные. Данные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот, нас учат основам. Ну, то есть, напоминают нам про эти основы. А сейчас мы начинаем думать. Так, вот. Вот уже я могу взять немного энергии сверху. Плюс один. За бонус. Вот еще мы понаходили. И уже видим, что тут есть... Так, это камера. Камера это плохо. Камеру надо выбивать. А, вон она как работает. То есть, и в следующий ход она их сломает. То есть, типа, один, два, три. Слушай, много. Значит, это меня ограничивает, чтобы я заход делал поменьше, так сказать. Ладно, давайте посмотрим, что там. Внутрях? Внутрях никого. Что-то, даже ни одной двери я не вижу, кстати. А, там что ли? Что-то не вижу. По-моему, это не дверь. Вообще, привет. А как я пройду? Он стоит на месте. Прикольно. Вот он, веселый рандом этой игры. Который сейчас просто меня на лопаточки ложит. Я не могу пройти, то есть, я не могу этого никак убрать. Нет, хотя могу. Спрятавшись сюда. Открыв дверь. И завалив его в засаде. Да-да-да, спасибо. Так, что у него в карманах есть? В карманах у него карта, которая пригодится ей, и деньги. Так, а по смертельный парализатор 6 ходов. Давайте, наверное, вернемся, я думаю. То есть, мы нашу хакершу отправим куда-нибудь открывать двери. Ну, как минимум, уже идет неплохо. Так, охранников нет, значит... Значит, все шикарно. Так, да. А, а сейв, значит, в этой комнате. Понятно, понятно. Тогда включаем бег. Бежим к охраннику и парализируем его. И теперь он будет в нокауте 6 ходов. За которые мы как раз стараемся успеть близлежейшие помещения обшарить. И, наверное, все пока. Пока что мне этого хватит. Так, давайте уберем стенки. Они не сильно мешают. Деньги эти мы все соберем обязательно потом. Внизу нет двери. Непонятно, зачем. Сюда был проход, наверное, какое-то складское помещение. Вот здесь еще может что-то быть. Ну, и в этих двух дверях обязательно что-то. Так что... Через инкогнито я, наверное, сейчас запущу пока на халяву. И смотрим дальше. Больше охранников я пока не вижу. Что очень хорошо. Так что сейчас моя девочка бежит. Бежит. Я сказал, бежит. Вот. Нашла генератор. Надо только в следующий ход сможем что-то сделать. В принципе, у нее и так ходов не осталось, так что. А, в принципе, ей не важно. Она может отсюда уходить. А, нет. Ну, блин. Затупил, затупил. Знаю. Извиняйте. Сколько у меня ревайндов? Три. Три, три, три. Будем знать. Так, человек до сих пор на восемь ходов в отрубе. Так что продолжаем обыскивать. Вообще, есть надежда, что охранник здесь всего один. Ага. А вот для чего мне нужно отключить охрану. Чтобы пройти до этого сейфа. Сейф мы этот тоже сломаем. В следующий ход. И уже пройти дальше не можем, так что пропускаем. Так. Ага, значит, я еще здесь могу как-то обойти. Это очень интересно. Ладно, пока что ломаем. Список мест находим. Так, отключили охрану. Заходим. Забираем сейф. 150 критов мало, конечно, но что поделать. Лучше, чем ничего. Охранник еще сверху, значит, есть. Тогда... Тогда... Тогда в идеале надо воровку туда пускать. Обана. Охранника там два. Печаль, беда. Он хочет выйти сюда. Ремайндуем. Так. Там потом только сюда подошел. Они сейчас там... Блин, это опасно. Хотя там он его не заметит. Но он хочет выйти сюда. На самом деле. Блин, она не может издали его проверить, что очень печально. Так что она, в принципе, забирает это в любом случае. Прячется там. Вот, они все ближе и ближе туда. А мы все дальше и дальше, что называется. И, блин, когда он пройдет, он меня заметит. Так что давайте встанем сюда лучше. И посидим пока. А тут пройдем дальше. Отхакаем. Дополнительный серверный терминал. Хакаем его. Не особо понимаем, что я сделал. Ну да ладно. Так. Четыре хода уже у тебя. Но там тебе не спрятаться. Они через эту дверь сейчас выйдут. Так что... На всякий случай. На всякий случай. На всякий случай. Блин, они спалили что-то? Я не могу понять. Там чувак недалеко лежит, который скоро проснется. Так. Сомневаюсь, что охранников здесь больше, чем столика. Давайте проверим, что он хочет делать. Он хочет пройти сюда. А этот что? А этот хочет пройти дальше. Ну если этот пойдет первым... Даже если он пойдет первым, это не важно. И в любом случае надо стоять. Давайте мы камеру вырубим. Все равно в этот ход больше делать нечего. Нет. В принципе не обязательно. Я могу спрятаться. Не, экономить один шаг я не буду. Так что сделаем так. Не, так он меня заметит. Вот так не заметит. Вот так я буду в поле зрения. Блин. Зря туда-сюда сейчас бегал. Ну ладно. Значит сидим ждем. Тем временем... Бэнкс начинает думать. Начинает... Да я бы даже сказал судорожно думать. А почему она не может бежать уже? Странно. Так. Апгрейды для... Инкогниты. Это очень хорошо. На ранних стадиях. Какой-то один надо точно купить. Проникать через одну систему защиты на всех устройствах в радиусе пяти клеток. Дорого. Три энергии. Генерирует... Привлекающий шум. Может помочь на самом деле. Может помочь. Так что давайте возьмем его. Дорого мне конечно встало. Но что поделать. Сейчас главное этот один сейф вскрыть. И можно отсюда валить. Так-то. Не явно не сюда. Не явно туда наверх. Особенно если сейчас они мимо пройдут. Это будет очень хорошо. Так что надеемся. Так. Один прошел. Второй прошел. Шикарно. Там сейф есть. Прикинь. А это не сейф. Погоди. А тут что? Это выход типа там? Сейчас серьезно не сказать что выход здесь. Это будет очень плохо. Ладно. Тогда придется нам немного... Немного-немного-немного побегать. Во-первых заберем. Отсюда все. А лифт наверняка там. Есть такое подозрение. Дверь не закрыл. Вот они сейчас развернутся. Вот они сейчас развернутся. Ладно. Надеемся. Конечно. Чувак там через один ход уже сейчас откроет. Встанет. Печаль, 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 печаль. Печаль, печаль. Я могу отсюда выбежать. Например, если здесь... А ему одного хватает? Круто. Так, давайте мы, наверное, тогда попробуем облачить свою шумовую приманку. Но сначала мы пробежимся немножечко. Немножечко. Сука, охранник-то сейчас проснется. Скрытный участок скрытый в глаз. Я могу, в принципе, пробежать и его еще подержать здесь. По крайней мере, еще раз за кулданить. Так, вот мы и ушли. Кулданим. Дальше что? Так, в моем случае будет проверять где-то здесь. Но мы сейчас будем пробовать эту новую систему, которая отвлечет этих охранников. Но этот все равно туда смотрит. Так что, скорее всего, он еще там будет проверять. Но это ладно. Нет, я не хотел пропускать ход. Так, ладно, сиди. Черт, это, конечно, я потратился сейчас. В любом случае, бег. А-а-а, каждый ход. Все, понятно. Ладно, примерно понимать начинаю. Ладно, пока у меня еще много этих инкогниц. А-а-а. Потом он, типа, будет три стоить, четыре хода перезагон... Блин, твою мать. Ладно. Просто пропускаем тогда. Не понял. А-а-а. Поднялся уровень тревоги. Так что придется еще чуть-чуть подождать, да? Окей, окей. А, два хода это перезагрузка. Так-то он одной энергии стоит. Ладно. Тогда ждем дальше. Нет, никуда мы не пойдем. Мы будем ждать дальше. Блин, отличный такой момент был, чтобы сюда проникнуть. Чтоб сейф заарканить. Но сейчас уже... Не получится ничего из этого сделать. Ах, только через один ход я открою. Как минимум. Так, и куда он идет? Да, ну серьезно, он увидел что ли меня? А у него... Черт. А как же это делается-то тогда? Подкараулить я... Я так понимаю, я не могу. У меня кулдаун, да? Черт, где я? Вы меня заметите, когда я буду переходить. И только через ход у меня будет ловушка эта. Ради 380 крон кредитов, извините. Я старался это сделать. Угу, 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 угу. Я могу его оглушить дальше. Но засаду почему-то сделать не могу. Потому что, наверное, под охранником стоим. Угу, 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 угу. Хотелось решить все бескровно. Ладно, этот парень все равно ушел оттуда. Мне это больше не надо. Так что мы, в принципе, смело можем уходить от этого, забрав кредитов. Включив быстрые ноги. Так, я там не проверил, кстати, да. Давайте уж по-максимальному угорать, что называется. Блин, плюс два хода сейчас терпеть. Плюс там камера. Камера уже на втором уровне. И только через ход я смогу ее открыть. Но она и через ход сможет выйти отсюда. Ну, будем надеяться, что я смогу убежать в это время. Дверь не закрыл. Ну, ладно. Уже поздно об этом думать. Так что давайте, давайте, давайте. Давайте что правильно? А, погоди, это же фабрикатор. А, у меня вдруг неожиданно 1050 голды. Голды, денег, блин. Денег, голды. Черт подери. Так, нет, давайте дверь закроем. Все равно только в следующий ход туда подойду. На всякий случай, так сказать. Так, все, пропускаем этот ход. Блин, это, по-моему, не все равно туда куда-то надо идти. Ладно, все. Да, вот мне указывают, что не все равно надо туда. Ну, ладно. Об этом мы еще подумаем. Но подумаем мы об этом немного в другой раз. Три энергии плюс бонус. Пока что червяков накидаем. И... Оба-бам-ца! Там камера. Камера, которая... А как она видит? А там еще одна камера, значит. Ладно, вставим к фабрикатору. Так. Давайте заберем энергию этого отсюда. Ладно, в мертвой зоне. Закрываем дверь. Это мне не надо пока что. И через ход только я ее добью. Блин, и мне все равно через низ надо будет идти, потому что выход здесь. Ну, в принципе, тут есть место для маневра. Будем смотреть, как эти три охранника будут действовать. И... Прикидывать, как нам лучше уйти от них. А, двое здесь, один здесь. Один там еще что-то ищет. Печально. Печально, очень печально смогу, честно. Могу честно очень сказать. Очень печально даже. Так что сейчас придется... А вот это печально. Вот я бы даже сказал, печальнее некуда. Потому что эту камеру я уберу через только ход. А мне туда и не надо, на самом деле. На самом деле. Просто червякину. На всякий случай. Открою дверь. Быстренько спрячусь. Причем под быстренько спрячусь подразумеваю, что спрятаться лучше куда-нибудь сюда. Или даже сюда. Не, лучше туда прямо сюда. И... В избежание ждать чего-то. Ага, это вот этот охранник, что ли, я так понимаю, заметил. Он пойдет сюда. Или это вот этот заметил. Вот этот заметил, да. И он пойдет сюда. Это хорошо. Это, кстати, очень хорошо. Камеру взламываю. Я смогу видеть. Тогда быстренько тырим из этого сейфа. Прячемся сюда. Он пойдет. Он должен пойти напрямик. А даже если не пойдет, я смогу быстренько убежать от него. Ну... Я так надеюсь. Вообще, надо было его... Не, не надо было его оглушить. Не надо было, не надо было, не надо было. Что у нас там по инкогните? По инкогните нечего. Пропускаем. Забавно. Ну, что я его вырубить могу? В принципе, другого выбора у меня нет. Так. Вопрос единственный. Куда вот эти ребята сейчас пойдут? Как минимум, короче, лучше его реально парализовать. О, мне тут вообще лишний. И потихонечку, полигонечку убегать. Причем убегать, наверное, правда через верх. Так, ничего, да? Нечего, ничего, ничего, ничего. Пропускаем. Так, я в жопе. Интересно. Я, в принципе, могу спрятаться и подождать. На четвертом уровне тревоги Следующая станция увеличится Количество потребляющих ранников. Блин. Есть маза как-нибудь вот сюда вот припрятаться. Там уже этот проснулся. Косяк, то, что у второй только через два хода будет кулдаун на это дело. Так, чертные двери покажите. Понятно. То есть вот сюда безопасно встать. Давайте вставать. Ой, загнал себя, конечно. Ой, загнал. Эй, а че на его... Какого... Черт, а че на его не поймала-то, кстати? Она далеко что-то стояла? Да, нет, в самый раз. Чуть ничего не понимаю. Понятно. Понятно, я ничего не понимаю. Так. Отмотаем. Слушай, блин, как-то все херово, короче, продвигается мне на самом деле. Надо было каких-нибудь силовиков, наверное, брать. Да, есть подозрение, что просто когда я встал на сюда, он пройдет мимо. Ну, у меня останется только одна перемотка. Вот такое дело. Я вот этого не могу посмотреть, куда он собирается идти. Ну, скорее всего, никуда. Так. Ну, попробуем вот это. Так, отлично, этот вообще вниз ушел. Ладно, четвертый, 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 четвертый еще можно пережить, так сказать. Что вход здесь вот за навеской, а он сверху выйдет. Главное успеть пробежать туда. Так, он пойдет обратно. Неожиданно. Неожиданно. Блин. Привет, агентес. Привет. Точка сентрала вылетая. Круэлла из фильма про 1001 и 121. Ну, не совсем. У нас, скорее всего, собирательный образ еще из агента М из Бондианы. Для человека, следившего за этой игрой с раннего доступа, как Владимир топорно действует. Я знаю, я сам следил с него с раннего доступа, но сейчас, ну, ты, ну, звезды немного не сошлись. Что поделать, бывает. Ну, плюс я еще пробую немного новый состав полных хакеров, так сказать. То есть, у меня сейчас декера нет, который очень сильно выручает в таких ситуациях. Особенно с пистолетом. А, ты в первую очередь, особенно на пистолет качаешь. Да. Полный капец у меня, да. Соберись, я стараюсь. Я стараюсь. Просто надо было, не знаю, больше перемоток брать. Поедите-то дальше некуда. Я просто забываю про отвлечение свои. Что мне местами встает боком. Вот, вот нормально. Сейчас он что-то услышал. И это хорошо. Потому что... А почему-то на это он не реагирует. Зачем вообще эта штука нужна? А, не, во. Отреагировал, наконец. Слава я этим. Так, хорошо, делать нечего. Инвестирование. 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 Да, ничего. Инвестирование. Пока ничего не ясно. Хотя она может тут потихонечку, полегонечку обойти. Да, скорее всего может. Есть тема, есть тема, есть тема. Сработает ли? Да, сработало. А, на полугу здесь пройти не может. Это печально. Так бы сейчас я очень лихо решил бы вопрос. Но решить я его пока что не могу. Поэтому сидим и ждем, на всякий случай зарядившись. Так, а тут сколько? Еще два хода. Нормально. Блин, дотянул до четвертого хода, конечно. До четвертого уровня. Ну, надеемся. Инвестирование. Так, ребят. Такие разошлись. Ты зачем вот туда подошел? А тебе вот вообще, тебе вот нужно было туда смотреть, да? Вот прям обязательно ему там надо было, да? И по уголку можно пройти и обойти. Эй, Касперский, ты вовремя. Отстань, не мешай. Тогда заглянуть в комнату. О, нормально, он уходит. Значит, мне хватит ходов. Ну, по крайней мере... У тебя есть уже, да. Так что прорвемся сейчас. Не будем рисковать, останемся так. О, нормально, ушел. А, он решил патрулировать, да? Забавно. А нам, чтобы попасть в эту зону, нужно пройти через только эту дверь. Да, по-другому никак. Ну, это, в принципе, нормально, так что пойдем. Ой, запалит. Будем надеяться, что нет. Конечно, запалил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вообще, совершенно не нужно. Следующий ход еще и этот пойдет. Ладно, мы их обоих здесь примем. А, и не мы... Ну, шикарно. Куда ей прятаться прикажете? Обнаружит. Спрячется. А, он сразу под... Блин, забыл. Я понял, я понял, я отмотать хочу. Что ж такое-то? Блин. Соглашусь, да, промечу. Поступаю. Все равно его еще отвлечь бы мог. Но это потом. Пока, что называется, не хочу эту карту разыгрывать. Сейчас дойдем потихонечку. Главное, до сюда скажем. И сюда. А, обмен? Не, обмен не нужен. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рисковать уже больше нечем, что называется. Да вы издеваетесь. Там камера еще какая-то, да? Скайтаэйли, блин. Ладно, да, да. Дополнительный охранник. Но это пока ни о чем не говорит. Ну что, я быстренько... Блин, вот она. Дверь в камеру охраны. Шикарно ли? Не шикарно ли? А, он еще ее пойдет искать. Отлично. Какая же она дорогая сейчас будет. А, нет, две. Следующий ход спалил контору. А пока... Что? Пока что, пока что, пока что, на всякий случай мало ли чего. Ну и все. А что-то не помню, кстати, на пятый уровень защиты, по-моему, есть какая-то ачивка, уйти из него. Ну, сейчас... Может быть, сейчас ее и получим. А, нет, там пятый и больше, наверное, нужен. Ну, понятно, это мне не помешает. А вот камеру вырубить надо обязательно. А ты стой, жди. Мало ли чего. А в следующий ход наш добегает до сюда? Он добегает. Даже если побежит. Не важно. Да, просрал все, что можно. Реально, надо просто сейчас стараться, чтобы мне попался агент на следующую миссию. Мне нужен реально... Мне реально нужен третий персонаж. Я четко помню. Просто привык играть с третьим персонажем. Вот и тупляю. Ну, и все, товарищи. Сваливаем, наконец-то. Причем собрали все. Конечно, потревожили всех, кого можно. Приглушили всех, кого можно. Подняли уровень максимально. Да-да-да, вон они все. Но зато открыли все и все нашли. Даже потралили какие-то деньги. Чистый доход вон там, да, даже. В строю, в строю, как бы. Я думаю, вполне сойдет. Что там монстр нам не пишет ничего? Жаль. Жаль, 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 жаль. Может их обоих в скорость тогда прокачать? Типа по 500 обоих. Это может очень спасти в определенные моменты. Взлом мне пока не нужен. Скорость на обоих. Даже силу еще можно, например, вкачать Бэнкс, если вдруг нам повезет, я смогу что-нибудь потырить. Да. Продолжение следует... Здравствуйте. Я не часто делаю транзакции на стороне, но Гладстоне как старый парень. Я познакомлю вас с какой-то возможностью. Спасибо, монстр. Если мы найдем их центральный сервер, мы сможем их поднимать. Или, наоборот, distractить их долго достаточно, чтобы они потеряли нашу дорогу. Продолжение следует следить за операцию, и я оставлю вас в порядке, как больше информации произойдет. Откуда перевод? И я уже говорил, можно в настройках игры в IT, короче, найти в этот... В настройках, в общем, поищи, там есть Steam Workshop, и выкачать можно. Тебе предлагают, типа, где там... Даже выбираешь там язык игры, типа, английский, и на него тыкаешь, там, типа, Find more in Steam Workshop. Короче, там находишь, подписываешься на русский, перезапускаешь игру, ну и выкачиваешь, и ставишь русский язык именно там вместо английского. Ну, как-то так. Скорость тащит, я тебе говорю, а то я не знаю, у декера, когда у него там 11, 12, вообще эти... Это просто невозможно. Вообще лучший декер. Все, думаю, как-нибудь приководством архивного декера поиграть. Если вкачать единичку анархии, можно тырить ключи охраны, не вырубая их. Да мне не надо, единичка анархии там у всех есть. Просто в плане... Мне обычно просто попадались уровни, когда есть разветвление, либо идти в сторону, где дверь сразу, короче, есть, это красная, через которую может пройти только Бэнкс. А через другую я пускал другого чувака. Это так. Анархия не нужна. Не, в определенных случаях нужна, я пробовал, видел, смотрел. Да, мне, конечно же, не дадут на первых миссиях ничего такого. Так, это для инкогниты. Это деньги. Деньги. Получайник следует ожидать вооруженных дронов. С охранной. Типа с минимальным увеличением сил. Давайте. С деньгами, наконец-то. Давно пора. Лишь ветер получит вереск. Блин. Не, у этого прикольные разговоры. Так. А это дрон. Использует одну из программ. А, используйте. Ага. Ну, а на фабрикатор. Не, не буду, в следующий ход его взломаю. Так, он все равно сломается в следующий ход. Так что, давайте заходим. И все это дело тырим. Как раз хочу проверить, как это работает. То есть, если я сейчас включаю, типа, в следующий ход это работает. Потому что он сейчас наверняка будет разворачиваться. Да, да, да. И проверить даже еще здесь. Кстати, на самом деле я мог бы даже, наверное, спрятаться просто. Но не со всех сторон это меня прячет. Кстати. Давайте так, да. На всякий случай, вдруг не спалят. Даже сюда еще спрячемся на всякий. Может быть повезет, но я дико в этом сомневаюсь. Да, но на фабрикатор без денег вообще нет смысла тыриться. Два выхода. Все, я сейчас обезврежем этот дрон, он мне не будет особо мешать. А, вон что. Не, он заметит меня сейчас. Ну, как-нибудь мне может заметить. Мм, смотри. Ну, я хотя бы его отключил. И он, если не ошибаюсь, не слышит, да. Так что можно вокруг него бегать. Будь здоров. Так, ну... Конечно, совсем наглить не надо. Сначала мы посмотрим. Ладно, сначала мы посмотрим. Так. Ничего интересного. Тырим. Стимулятор. Основной четыречка действия. Кому это выгоднее? Выгоднее это, скорее всего, Бэнксу отдать. Дверь не закрыл, но у меня еще один ход есть, так что... Так, давайте сразу все поломаем. Посмотрим, что у нас здесь. По крайней мере, откроем. И едем дальше. Уже кого-то слышим. Да, я не могу им управлять. В любом случае, дверь надо закрыть. Фабрикаторе смотреть нечего. Так что просто прячемся. Смотрим, что здесь. Здесь никто. Оба-на. Привет. Ломаем. Что дальше? Что дальше? Дальше подходим максимально поближе сюда. Я так понимаю, да? Так. Так. Так, я так понимаю, запалят меня, да? Так что давайте хотя бы... Поглядим, что там внутрех. Патрулирует. Ну, благо, я так понимаю, он сюда не выйдет. А, ну да, конечно, не выйдет. Блин. Блин, ну не хватает же его теперь, а? Черт, вот чуть-чуть очков действия не хватило. Такая вот печальная ситуевина. Нормально. Главное, что мы беспалево все это делаем. Плюс я сейчас могу еще потырить всех этих делов. Карта безопасности. Ну, благо, хоть денег побольше. А, он и обратно идет, да? А мы тогда просто... А куда нам вообще? Тихо-тихо. Только главное ход не закончить сейчас. Тут наверняка стенка, так что мне нужно наверх. Или вон туда вообще в идеале. Не, в идеале надо проникнуть сюда. А мне очков действия не хватает, кстати. Так что максимально прячемся сюда поближе к выходу. И смотрим, во что это может вылиться. А во что это может вылиться? Ну, по крайней мере в дронах, который нас будет искать. Так что мы давай выйдем. Закроем дверь. Посмотрим, что там наверху. Как минимум уже камеру вижу. А тут никто. Так. Как-то вот так я сейчас вас оставлю на минутку. Сам отойду по нужным делам. Вернусь, почитаю комментарии. Так что пишите нужные вопросы. Или хайте меня, как обычно. Ну, я думаю, я сейчас понемножечку реабилитируюсь за прошлую неудачную миссию. Так что давайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Что же там? Где шука взять прогу? Я взял на стадии формирования команды. Сразу дали. То есть ее можно там выбрать. Всегда закрывай гребаные двери. Это я тебе... Да, 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 да. Я помню. Я просто поверил в свои силы. Просто помню, на поздних стадиях игры я уже про двери частенько забывал. И меня это, в принципе, спасало. Потому что отряд прокачан. Так, так, так. Должен после одного из прохождений разблокируется. Ну да, я вот один раз прошел. Скорее всего, после этого жук разблокировался. Иногда на сервер-фрейме купить можно. Да, когда покупаешь, он тоже разблокируется. Двери закрывай двери. Да, 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 да. Спасибо. Раньше у декера была фамилия Декарт. Мне она больше нравилась. Ну, в принципе, да. Это отсылка. Это понятно, но у меня ее нет. Кстати, странно. Может быть, не обновил игру? Мало ли. Такое бывает, я думаю. Так. Не понял, почему через камеру ничего не вижу тогда. Странно, печально. Это устройство контролируется агентством. Ну да, ну да, конечно. Так, ну что, мы отсюда перехватывать не будем. А вдруг здесь что-то есть, а? Вот мне всегда такие вопросы интересуют. Вот оно. Блин, только за один холд сейчас придется там сидеть. Ну, в принципе, чувак там ходит. Блин, обла дрона обшарить. Так сейчас вспомнил, что в дроне тоже можно очень полезного найти. Но это уже тайна, покрытая мраком. Анархия 2 используется для того, чтобы вручную взломать два сетевых экрана. Пять ходов. Забавно. Сейчас можно будет передать. Так, ладно, она тогда на обратном пути оба этих возьмет, я думаю. Шесть энергии все-таки. И один ход останется. Мне убежать будет некуда. И здесь, и здесь тоже не получится. Так что давайте прятаться туда. И ждать. Так. Ну, как минимум, давайте посмотрим, что там. Ага, да-да-да. Вот они, вот они, вот они. Вот они, эти вещи, которые надо по максимуму успевать взламывать. А вот и вторая. Ладно, вот и первый уровень тревоги. Включились дополнительные камеры. Угу, типа вот этой. Но следующий ход, она уже будет не работать. Ммм, это мне помешает. Эта камера мне не нужна. 150 кредитов и ждем. А здесь начинаем тырить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Она растолстеет сейчас. Вообще растолстеет. А вот и дверь, она и вообще, по-моему, подавно сейчас не сможет войти. А че, я не спрятал. Да, хороший вопрос, Вова, почему ты ее не спрятал? Как обычно, горю на мелочах. Этот, этот, эту камеру. Ну, да, это мне не нужно, я там уже везде был. Да я оттуда начинал, по-моему, я отсюда начинал. А вот эти, это очень хорошее начало миссии, если честно. А почему бы не пробежаться, я думаю. Глянь, какой смысл. Черт. Дорого мне все это встанет сейчас. Так, от этого парня я только через ход смогу выйти. То есть, и то он сейчас где-то вот здесь стоит. Ух ты. Этот предмет может быть использован один раз. Одноразово оживляют умирающего. А, медиги... О, наконец-то у меня медигель есть. Это очень хоро... Что? Хоро-шо. Не понял. А где наш парень? Внутри, что ли? А, мне вот это он сначала взломать? Окей, давай. Окей, ждем. Да-да-да, вот он этот парень. И что? А. Блин, вот, да, у меня вот такая вот проблема была. Как вот эту дверь открыть? Кто-нибудь знает? Ребятка, напишите, пожалуйста, в комментариях. В дроне есть вещи? Не знал. Да, да, дроны тоже можно обшаривать. А карты-то нет. Как только взломаешь первую витрину, к тебе ломанется охранник. Вот не ломанулся. А где карту взять? Вот тоже не знаю. С этой картой так... Зафейнул, ты бы знал. Да я уже один раз так проходил, короче. Я почему-то думал, что она где-то на уровне осталась, и я ее не нашел. Не взял, не хуже. А на каких миссиях найти? На миссиях. На любых, что ли? Не на особо. А то дверь тебе не вскрыть. Да. Ну, я, в принципе, догадывался, что это, в принципе, надо на какой-то другой миссии находить. Да. Ну, ты, собственно, подтвердил мои догадки. Спасибо. Ладно. Валим тогда. Блин, то, что дрона, конечно, не обшарил. Жаль. Ну, ладно. Мелочная жаль, так сказать. Ой. А то, что я, конечно, вот в эту дверь не зашел, это... Вот почему камера мне не показывает, что я там вижу? То есть, что я должен там видеть? Там наверняка что-нибудь есть. Ну, ладно. Не будем рисковать. Будем попытаться уйти отсюда, наконец-то. Ж-ж-ж. Забавно. Надеюсь, он не ко мне сейчас ломанется. Ну, в принципе, это не важно, потому что я сейчас его преодолею. Блин, жалко хранилище, это серьезно. Надо как-нибудь потом это... Чем я это сделал? Ладно. Как-нибудь поставить потом себе цель, чтобы именно пробиться в хранилище денег. Тупо ради интереса. Так, ну... Сейчас очень сильно сомневаюсь, что здесь еще есть охранники. А вот до этого можно было догадаться. Давайте откатим. Не хочу палиться в этой миссии. Так, это здесь. Это сюда. Так, чуть не забыл. Подключать это все дело. Девятый ход. В принципе, в идеале... Не, в идеале до второго уровня... До второго уровня уйти у меня не получится, конечно. Че? Делаю, простите меня. Так, дрон еще один ход будет думать. Погоди, не понял, почему я этот дрон не могу обыскать. Хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Конечно, то, что управлять им, это да. Но бывает тема в том, что их можно обыскивать. Я прям помню, я обыскивал дроны. Видать, наверное, не эти. Видать, какие-то нужны определенные. Странно, странно. Серьезно. Я прям помню, я обыскивал и потом прям сосредотачивал свое внимание именно о том, чтобы не забыть обыскать именно дрон. Потому что это важно. Так, все это мелочи пока что. А, серьезно? Теперь второй уровень надо съесть. Ладно, ну еще перезагрузка у него будет один ход. Так что. Еще одну тормозилку, если я позволить могу. На всякий случай сядем вот так. Не, это их места им надо было поменять. Эх, уже поздно. Че-то взламывать больше не надо. Нет, не надо. Поехали дальше. Так. Дрон очнулся. Но мне уже все равно, потому что я выхожу отсюда. Дверь. Оно вот как и обычно, манит прям эта дверь. В принципе, я смогу еще в любой момент дрон взломать этого. Так что, наверное, я предлагаю даже пойти посмотреть, что там. Выход здесь. Все это. Камер дополнительных нет. Сейчас посмотрим, что там еще там за той дверью. Ах, погоди. Блин. Не поставил их рядом. Надо обменяться. Там все-таки свободные места, по-моему, были. Ну, или, по крайней мере, обменять все это дело. Так. Лучше его реально каждый ход сейчас ломать. Чтобы он мне не мешал. Так. Тут, наверное, в принципе, даже наоборот надо бы отдать ей. Ладно. Потом силу вкачаем. Как обычно, блин. За дверью ни черта. А, блин, она еще бегать теперь не может. Ладно. Сейчас, через ход выберем тебя отсюда уже. Особо даже тревоги не подняв. В принципе, надо было, наверное, пока я дроны этого захватывал, сбегать, посмотреть, что в этой комнате. Хотя дроны, по-моему, двери открывать-то не умеют. Хотя закрывать, по-моему, умеют. В чем? Ладно. Ну, блин, в следующий ход. Ну, ладно. Хотя бы до третьего уровня убежал. Дэкс. Дэкс. И все, сваливаем. Да, ключ-карту это, конечно, хрен найдешь. А, ну, камеру не безвредил. Надо было, наверное. Так, ну, чистого дохода много, так что сейчас могу прокачаться. Скорость, да. По всей видимости, скоро мне понадобится взлом. Мне уже нужна сила. Качество восстанавливает. Летний без сознания. Так, давай, лучше тогда тебе. А. Второй уровень анархии. Понятно. Давайте на медигель тебе. Ну, вот как-нибудь его растратить побыстрее. Ну, это потом. Я понял, монстр даты занят. Я не могу сказать, как мы встретились. Я была главная техническая офиска, панера цибер-интердикционной силы. Мы подняли к ним борьбу, но это была смерть. Потому что, в конце концов, корпорации просто получили большинство побыстрее. Не, взлом-то я не буду, лучше скорость ей. Да. Я забрал только на шестом уровне тревоги. Спустя два медигелий. Бывает. Я потом видео выложу, где я вообще угорал, короче, на шестом уровне по бешеной мере. То есть на пятом, на пятом. Чем миссии на разных корпорациях отличаются? У одной, типа, больше дронов, у другой больше камер. Да, у некоторых там подписывают, что есть, типа, охранники, у которых второй уровень и больше защиты. И тебе нужно оружие определённое, чтобы их станете. То есть ты простым уже вот этим вот электрошокером их не застанешь никак. Специализация, так сказать. Да, правильно. Солитра. Солитра. Аниме смотришь? Слушай, только сейчас заметил. Молодец. А конкретно помнишь, чтобы заранее или там сразу пишут? Да, да, пишут, пишут. А взлом даёт что-то, кроме прироста энергии. С не ошибаюсь, есть определённые перки, которые за взлом дают откат умений. Ну, то есть вот эти вот там, типа, медигели, у которых там кулдаун 6 ходов, например. Ты взламываешь что-то, короче, и получаешь определённую плюшку. Ну, это, типа, прокач имплантантов или, если определённым персонажем играть, если у него имплантант есть, или если ты что-то взламываешь через инкогниту как раз, и происходит откат умений. То есть он там не полный, то есть, например, если 8 ходов, короче, он при этом 4 хода останет, что-нибудь такое. То есть там есть, там указывается, всё это описано. Довольно тонкая херня, короче, надо разбираться. Ой, блин, сколько там уже играем? Чёрт, час сорок. Блин, я что-то немного начинаю уставать, короче, замыливается. Я, наверное, я, в принципе, только разогнался, но да, мы где-нибудь завтра, я думаю, я, наверное, в записи, короче, продолжу эту прохождению. Анимешники, анимешники, всё, да-да-да, я такой, да-да, о, молодец, слушай, да-да, не заметил. Блин, в общем, спасибо всем, ребят, что пришли. Где-нибудь я вскоре постараюсь продолжить прям с этого момента. Я ещё просто сохранюсь, короче, и выйду. Мы обязательно, короче, продолжим это в стриме или в записи. Я точно не знаю, как получится. Просто завтра ещё Ведьмак и третий эпизод Life is Strange. Life is Strange точно буду стримить. Ведьмака вряд ли буду играть, скорее всего, для себя, потому что это такая игра. Это вообще невозможно. В общем, подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на мой основной канал, буду всем рад. Играю в хардкорные, клёвые игры, играю плохо, но поэтому мне нужны вы, чтобы мне комментировать и давать советы. Поэтому я вас люблю, каждого из 193 штук. Может быть, вас уже больше стало. И 6000 на основном канале. Всем спасибо, всем большущее спасибо ещё раз скажу. Всем пока.